Духа и саму третью ипостась Святой Троицы Духа Святого Церковь еще отдельно вспоминает, то есть в понедельник после Троицы. А Троица это день, когда, это мы называем Троица, это день 50-й после воскресения Христова, в 40-й день Господь вознес на небо, а в 50-й день на апостолов сошел Святой Дух и совершил таинство рукоположения, то есть Святой Дух дал власть апостолам совершать другие таинства. Апостолы, естественно, рукоположили других епископов и священников, те других, и так это идет по сей день, и каждый епископ и священник имеет власть совершать таинства. С той лишь разницей, что священник совершает из семи таинств только шесть, и епископ совершает из семи таинств семь, все семь. То есть седьмое таинство это рукоположение диаконов, священников и епископов. И с помощью епископата идет цепь апостольской преемственности, то есть благотворительство Духа передается от людей к людям. И как огонь при делении умножается, так и благотворительство Духа при делении тоже умножается. То есть я имею в виду, вот горит свечка, зажигаем вторую свечку, получается не разделение одного огня, а удвоение огня. Точно так же, когда рукополагает, допустим, епископ, рукополагает епископов или там священников, происходит увеличение благодательства Духа в нас, в людях. И это день, 50-й день, день Святой Троицы, день, в котором началось наше спасение. Без церкви, а значит без таинств, человек не имеет возможности жизни вечной. Нам сказано в Священном Писании о том, что и без крещения, без прощения грехов, без причастия, человек не может войти в жизнь вечную. Значит, без этого нет никаких разговоров о спасении. Очень часто приходится слышать от людей, что вот я в душе верю, ну и хватит с меня. Это большое заблуждение. И даже элементарной логики достаточно для того, чтобы подумать и прийти к выводу, что если Господь это дал людям, значит это нужно и мне. Почему я должен быть какой-то особый? Если всем это надо, значит как это? Надо и мне обязательно. Если я считаю, что мне это не надо, что я и так праведный, значит получается, что я сам себя считаю Богом. Господь всем дал, а я вот выше всех. Конечно, мы так не думаем, но автоматически это получается. То есть получается, мы впадаем в некую прелесть. Прелещаемся сами собой. Хотя грехов-то у нас полно. Даже у самого чистого человека всегда есть мелкие грехи. А обычно люди праведные, более-менее, они себя считают грешниками. Потому что им дано видеть свои грехи. А когда у людей много грехов, он считает себя безгрешным. И вот очень часто приходится к человеку, да какие там у меня грехи? Я живу, делаю всем добро, никому плохо не делаю, никого не обижаю. А когда начинает человек исповедовать, и он видит, что у него столько грехов, море, и что он глубоко заблуждался. Так вот, не надо нам и заблуждаться. Надо понять, что если Господь нам дал святые таинства, значит, они нужны всем. Всем мы грешные. Как бы мы там себя ни считали, мы можем ошибаться. А Бог лучше нас знает, что. Или приходится другое слышать. Я еще не созрел, не созрела до этого. То есть это благовидный предлог, опять, чтобы не ходить в церковь, чтобы не исповедаться, не причащаться и не соборваться, и не венчаться. Это большое, очень большое заблуждение. Не надо зреть. Можно не созреть до самой смерти и умереть незрелым. И тогда вся наша земная жизнь окажется тщетной. То есть прожили мы впустую, не заработали свет Царства Небесные. И будем держать ответ за все те ошибки, за все те грехи, которые мы совершили в этой жизни. То есть это будет духовная смерть, вечное духовное умирание после смерти физической, после смерти телесной. Это страшно. Это есть адские мучения. И получше человек прожил жизнь и не заработал себе Царство Небесное и Жизни Вечные. Это опасно. Поэтому надо задуматься по-другому. Как это не созрел? Наверное, все не созрели, но Господь всех к себе призывает. Господь говорит нам о таких незрелых. Все стою у дверей сердца вашего и стучу. Господь каждого к себе зовет. И наша задача – быстрее открыть двери сердца своего, то есть прийти к Богу и приобщиться к святых таинствам. И не надо заниматься самообманом, что там я вот праведник, я там вроде ничего плохого не делаю. Ну ладно, ничего плохого не делаю. А что я хорошего делаю? Раз, два, и все. И обчелся. Или тем, что я не созрел. Это тоже самообман. Господь зовет всех. Если уж на то пошло, то против Господа Иисуса Христа мы все очень и очень незрелые. Однако, для того Господь пришел, для того нам дал святые таинства, для того Дух Святой сошел на апостолов, и для того Он обитает в церкви, чтобы каждый из нас мог к этому, к нему вернее, приобщиться. И в этом общении каждый человек получает совершенствование своей Души, а также это переходит, естественно, и на тело, потому что Дух есть источник и причина нашей жизни физической. Соответственно, состояние Души очень сильно влияет, заметно влияет на благосостояние тела и на жизнь в окружающей среде. Поэтому, вслед за приобщением к действиям святого Духа, естественно, приходит и не только духовное совершенствие, но и физическое. Конечно, наше физическое, хоть многие об этом там говорят, рассуждают, мечтают о физическом благополучии каком-то, или здоровье, или еще чем-то, оно так или иначе проходящее. Это все временное, жизнь это временное, хотя нужно заботиться о здоровье и обо всем, и о жизни. А самое главное, человек должен и обязан заботиться о своем духовном благополучии, о духовной целостности. Это основа основ. Если будет первое, то есть духовное, то будет и второе, телесное. И если у нас не будет духовного, мы будем гнаться за физическим, за телесным, то наши попытки будут тщетны. То есть наша жизнь пройдет так, как сказано в одном из церковных песнопений о надпевании умерших. Ибо в суе метется всяк земнородный. То есть промечим всю жизнь в суе, в пустую. И ни с чем предстанем на страшном суде Христовом, которого не избежать никому. А таинства, действия святого духа, они именно для каждого человека даны Богом, чтобы каждый человек мог прийти к спасению и жизни вечной. Что я, опять же, искренне всем вам желаю. Добрый вечер. Два дня назад, а точнее в четверг, 3 июня, Русская Православная Церковь празднула память иконы Божьей Матери Владимирской. Еще ее будут вспоминать церковь в ближайшее время, это 6 июля. Икона Божьей Матери Владимирская, это та самая икона, которую написал апостол и евангелист Лука, непосредственно с образа самой Престой Богородицы. И эта икона на протяжении большей части времени пребывает в России. То есть она прошла путь Иерусалим, Константинополь, впоследствии из Константинополя она пришла в Киев, а из Киева преподобный, стой благоверный князь Андрей Боголюбский привез ее во Владимир. И, значит, из Владимира впоследствии ее перенесли в Москву. И история этой иконы говорит о том, что где была эта икона, там и было процветание, политическая, экономическая сила и так далее и тому подобное. То есть эта икона является, ну естественно при наличии веры народа, является носительницей особой благодати Божией. Почему? Потому что это лик самой Богородицы Пресвятой, это ее покров, ее святой Амафор. И Божья Матерь пожелала быть именно с русским народом, то есть с нашим народом. И не где-либо, а именно у нас. И если исследовать историю, то мы видим, что все победы русского оружия связаны именно с молитвой. И с молитвами к этому святому образу. То есть эта икона является покровительницей нашего Отечества. И сейчас можно услышать разные сетывания на многострадальную судьбу нашего Отечества. А также можно услышать скорби о личных печалях, бедах, невзгодах, о бедности, о том, что жить не нужно, о том, что вообще все плохо. Особенно в сопоставлении, допустим, с советским временем, когда все были обеспечены, никто не был бедным, все имели, в общем-то, все необходимое. Когда все имели работу, все имели зарплату, все было стабильно, гарантированно, то, естественно, у многих возникает скорбь. Что же это такое, почему и от чего? Но мы забываем самое главное. Мы забываем о том, что Божия Матерь именно с нашим народом, что именно наш народ осеняет своим чистым амафором, что большая часть людей отпала от нее. Ну, возьмем, к примеру, ту же Византию, которая постепенно испортилась нравственно, морально и духовно, разложилась, и поэтому была завоевана турками и прекратила свое существование как культура, как цивилизация, я уж не говорю, как нация. То есть она просто-напросто сошла с лица земли и осталась только на страницах учебников истории. А наш народ пока, слава Богу, еще имеет некую веру, я не говорю, что крепкую и сильную, потому что все-таки вера наша оскудела очень сильно. И не надо обольщаться, считать то, что сейчас все хлынули в церкви. Да, в церкви хлынули, да, в церкви пошли. Но давайте проанализируем, как вот мы приходим в храм, большая часть людей. Большая часть людей приходит в храм именно просить у Бога, просить то, что мне хочется, то, что мне надо, то, что вот мне. То есть у нас возникает некое потребительское отношение к Господу Богу. То есть когда у нас плохо, когда нам что-то нужно, когда мы болеем, когда какие-то скорби или несчастья, не дай Бог, случаются, мы сразу сбежим в церковь, какой заказать молебен, по кому-то поставить свечку. Если более тяжел, то многие исповедцы идут, причащаются. Как только все хорошо, человек потихонечку забывает о Боге и отходит от Бога. Как плохо опять. Получается, что наша вера, в общем-то, эгоистичная. Мы любим поскорбить о том, что наша страна сейчас растоптана, унижена, разграблена и продолжает разграбляться, что разные там Америка, НАТО и прочие, прочие, прочие тут творят на территории нашей державы все, что хотят, навязывают нам свои интересы, диктуют и так далее, грабят ее, что наш народ унижается, обнищается народ, что спаивают развратом, так сказать, разрушают души юношества, наркотиками и так далее. А опять же забыли о самом главном, что у нас есть такая крупная покровительница, представь, Дева Богородица. Ведь сетовать – это одно, жалеет, скорбить – это одно, а какие-то меры принимать – это совсем другое. Сейчас настолько все далеко зашло, что мы меры политические, экономические, финансовые не можем ничего сделать. Это уже все бесполезно. Это очевидно, это все понимают хорошо, что уже человек ничего не может сделать как-то для улучшения своего отечества. Все его благие попытки будут использованы в зло или для обогащения кого-то, только лишь. А в наших силах, в нашей власти именно ходатайство перед Богом за свое отечество, за свой народ, за все. За свою семью и за самих себя. То есть нет у нас любви к ближним и к отечеству. То, что мы скорбим, это понятно, но это уныние, это не любовь. А любовь – это жертва в первую очередь. То, что мы печалимся о том, что все плохо, это не подумать, что это какой-то всплеск патриотизма. Это, скорее всего, подъем мазохизма. То есть вот все плохо. Вот есть категория людей, это я пример приведу, которые любят жаловаться. Жаловаться. Хорошо они все жалуются, плохо жалуются. То есть и всегда послушал, что у него все плохо, всегда он чуть болит, с детьми плохо. Но вообще все плохо. Человек ходит, жалуется, 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 жалуется. А жалуется он почему? Не потому, что у него так на самом деле все плохо. А потому, что он в какое-то, получается, удовлетворение, удовольствие. То есть человек привык паразитировать на других. То есть это тоже паразитация, когда мы заставляем слушать людей, выслушать свои проблемы, свои болезни, свои скорби. Да, есть, когда нужно выслушать, помочь человеку. Это, так сказать, тот, кто слушает, тот обретает перед Богом за свое терпение благодать. Но тот, кто говорит и пользуется этим добрым отношением, это своего рода уже вампир. То есть человек испражняется, так сказать, на другом человеке. То есть пожирает его добрую энергию, его благие устремления. Пользуется этим. То есть это тоже потребительство своего рода. И когда человек этим занимается, то, естественно, он становится потребителем. И он живет этим. Другого в жизни нет. То есть ему нравится жаловаться. То есть он не так, как сказать, для него важно здоровье, как для него важно жаловаться на болезни. И таких людей много. Сейчас это повально уже стало. Или на свои несчастья, или на свои беды. Или там кто-то там на свою снаху любит жаловаться все время. Или там на зятя. Ну, у каждого там свои проблемы. Но есть люди, которые жалуются патологически. Кому надо, кому не надо, лишь бы только вот именно на эту тему жаловаться. А это уже тоже некий мазохизм. А мазохизм, это, как сказать, не подумайте, что это какая-то патология физическая. Это, в первую очередь, духовная патология. Потому что человек, если жалуется, значит, он требует все сожаления, чтобы пожалели. Значит, это, опять же, восходит к греху самолюбия. К греху гордыни. То есть, это тоже проявление определенной степени гордыни. Это хитрое проявление гордыни. То есть, самолюбие. Вот пожалейте меня, какой я, видите, какой я мученик. Какой я больной, и какой я вообще сегодня плохо, вот какой я. Пожалейте меня. Это вот тоже проявление самолюбия. И точно так же по отношению к своему отечеству. Мы имеем такую сильнейшую заступницу нашего отечества, нашего народа. И мы как раз к ней не обращаемся, потому что молиться это тяжело, это трудно. А вот поговорить о том, как все плохо, что же дальше будет, какой премьер какого сменит, и что какой принесет, это мы любим. Хотя нам сказано, не надейтесь на князей, на сына человеческие. В них же не есть спасение. То есть, они не спасут. Все в руках Божьих. И, значит, когда мы жалуемся, мы таким образом изолируем себя от Бога, от простой Богородицы. Почему? Потому что, когда мы любим Бога, то мы выполняем его в этой западе. То, что любовь – это жертва. Любовь – это не то, что нам сейчас телевизор говорит и показывает. Любовь – это, в первую очередь, жертва. Ну, возьмем, для примера, на семейном уровне. Настоящая любовь заключается в том, что каждый жертвует своими привычками, своими там желаниями, каким-то тем, что он привык делать ради ближнего. Исправляет себя. Человеку, может быть, хочется быть плохим, или как сейчас очень часто приходится слышать, уж какая есть. А ведь это опасный показатель, когда человек так говорит. Это говорит о том, что человек не хочет совершенствоваться. А наша задача, цель и смысл нашей жизни – совершенствование. То есть, изживание из себя всего плохого. Или приходится слышать, что не сошлись характерами. А какое право мы имеем? Какое мы имеем право иметь характер? Характер – это все плохое, что у нас есть. Хорошие качества они с кем угодно сходятся. И все должны иметь в себе хорошие качества, должны уничтожать. Да, у нас полно плохого вы получили. Но мы должны с этим бороться, должны уничтожать. И если, допустим, супруги борются с плохим в себе, то, естественно, они всегда будут сходиться характерами. И чем дальше, тем больше. Потому что чем по мере того, как они будут больше бороться, больше будет преодолеваться, больше плохих качеств будет уходить. Из их характера, из их жизни, естественно, их союз будет все крепче, плотнее и теснее. И если человек не хочет с этим бороться, значит, ну, это эгоист. И как раз наш народ, то есть члены нашего народа, то есть люди являются именно таковыми эгоистами. То есть мы не хотим бороться за свое отечество, то есть молить Господа Бога или обращаться к Престой Дею Богородицы. Нам больше нравится вот пожаловаться, посетовать, попечалиться и все. То есть неким там мазохизмом позаниматься, повосклицать, но когда же все это будет, что же дальше и так далее. Но меры мы принимать не хотим, ибо это труд, тяжелый труд. Молиться к Богу – это очень трудно. А любовь – это жертва. Любовь к Богу – это тоже жертва. Значит, человек, который любит Бога, он жертвует всем плохим в себе ради Господа, своими привычками, своими желаниями, похотями. Мало ли у кого какие привычки. Человек знает, что это противно воле Божией, что это грех. Значит, он от этого избавляется. Вот это и есть настоящая любовь. А когда человек только подай Господе, и все, это потребительский подход к Богу. И если мы будем к Богу подходить потребительски, то, естественно, многого мы от Господа не получим. Почему? Потому что, когда человек, ну, во-первых, становится на уровень потребителя, на уровень паразитации, он уподобляется, во-первых, дьяволу. Во-вторых, он не способен уже к любви, потому что им владеет самолюбие, манее, эгоизм. И, естественно, что-то высокое, возвышенное в нем быть не может. С одной стороны. С другой стороны, когда человек стоит потребителем, он просит у Господа все, что ему хочется. Даже то, что противно святой воле Божией. И поэтому Господь нам дает, хотя и дает даже и таким, но дает обычно только то, что не принесет им вреда, что не повлечет с собой другой грех. Но это гораздо редко это бывает. А вот когда человек имеет любовь к Богу, искреннюю любовь к Богу, тогда Господь дает все. И любовь к Богу, она, естественно, сразу же переходит в любовь к людям. Почему? Потому что, когда человек жертвует собой для Господа, то тем более он легко жертвует своими плохими качествами, там всем остальным. То есть изживается и все плохое ради ближних. И этот человек очень, так сказать, приятен в обществе, всем с ним хорошо. И самое главное, от этого человека спасаются многие люди. Как нам говорил святой преподобный Серафим Саровский, стяжите благодать Святого Духа, и вокруг вас спасутся тысячи. Почему? Многие думают, что ну вот, ладно, я буду там с тобой бороться, а что толп, когда там все пьют, там все курят, все там матом ругаются, а вот один я буду святым. Что это даст? Даст очень много. Как грех вокруг себя отравляет все, разливается соблазн, так и добро вокруг себя просвещает все. И даже вот так психологически очень часто приходится видеть, я пример такой приведу, когда бывает, что, ну, например, в присутствии, допустим, некурящего, многие курящие курят очень, так сказать, неуверенно. То есть само наличие некурящего человека является уже каким-то укором для многих, у кого совесть есть. Но это, я такой маленький грех привел. Можно привести более тяжелые грехи, и мы знаем, что или же само присутствие праведного человека является для нас укором. То есть не человек укором, а вот праведность нас укоряет. Когда все такие, ну, нам как-то вроде легче, то есть у нас на душе спокойнее, что все такие. А вот мы видим, что не все такие, есть хорошие люди, чистые люди, неиспорченные. Да, для нас это является неким...